Уникальный амулет, секрет прокачки карманных краш и очень, очень много богатства. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Друзья, подписывайтесь на мою группу ВК, где много, очень, очень много Скайрима. Ссылочка внизу, ты знаешь, что делать. Этот квест активируется, когда два-три раза вы посетите город Виндхельм, друзья. Очень, очень интересный квест. А ну стоять, сюда нельзя. Что здесь произошло? Еще одну девушку убили. Это была Сусанна из очага и свечи. Всего пару дней назад она мне выпивку приносила. Ну в общем, вот и все наше знакомство. Тебе не нужна помощь? Если хочешь помочь, поспрашивай этих зевак. Может быть, они что-то видели. Вы только посмотрите, как жестоко с ней обошлись. В чем дело? Тебе не удалось ничего заметить? Я услышала крик и прибежала сюда. Но она уже была в таком виде. Нет, извини. Но я заметила, что ее кошелек был не тронут. Так что это явно не грабеж. А тебе? Всегда грустно, когда кто-то умирает. Стремные у него глаза, да? Тебе ничего не... Подозрительный тип, да? Все свидетели опрошены. Все как обычно. Никто ничего не заметил. Мерзавец опять сбежал. Но сначала поговори с Йорлифом. Пусть он даст тебе полномочия. А то нельзя же, чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования. Ну да. Если он разрешит, тогда мы и поговорим. Погнали получать корочку. У меня и так не хватает людей. Если ты хочешь предложить свою помощь, я с радостью ее приму. Я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь. Да и я сам всегда рад помочь тебе, если потребуется. Угу. Получили. Отлично. Теперь, друзья, мы должны осмотреть это место убийства. Видим пятна крови и... Следуем за ними. Господи, у меня было такое ощущение классное, когда я проходил этот квест. Первый раз, друзья. Такой стоп, тут пятно. Там пятно. Куда же они ведут? Идем дальше. Вот. Вот еще и... Заканчивается здесь. Ха. Ага. Мы правильно идем. Взламываем мастера. Так. Взломали мастера. Ой, нелегко. Попадаем в дом. Поиски улик. Но здесь сразу... Пятна крови, ведущие к этому сундуку. Ага. Да его еще недавно двигали. И внутри, друзья, дневник мясника и мясник на свободе. Мясник на свободе это листовки, которые, видимо, разбрасывали по всему городу. А он их все собирал, друзья. Вы представляете? Давайте заберем и дневник мясника. Вот он, гад. Здесь сказано, что он собирает части. Части органов. Вы представьте, какой он вблюдок. И это некромант. И он с Винтерхолда. Забираем этот дневник. И давайте осмотрим этот дом дальше. Тут какая-то тумбочка. И еще, друзья, еще листовки. Но я вижу еще что-то. Как-то потревожено. Забираем. И смотрите. Тут какой-то амулет. Странный. Ого. С каким-то черепом. Какой жуткий. Но ничего. Никаких зачарований. Ничего нет. Можно его одеть. Давайте еще тут осмотримся. Какой замечательный шкаф. Почему? По-моему, самый обыкновенный. А этот шкаф почему-то слишком. Слишком прикован. Потому что это тайник, друзья. И открывается комната мясника. Где он орудовал. С ума сойти. Вы посмотрите сколько. Где он плоден. То есть он тут работает. Ого. Тут у него еда. Кушает. Нормально все. А что? Ведерко. Зачем? Ведро. И есть еще третий, друзья. Точнее, второй. Второй дневник. 17 сухожилий. 173 фрагмента костей. 4 ведра крови. Понятно теперь, зачем то ведро. Ого, друзья. Ого. Скоро. Какой же он гад. Так, теперь нужно доложить. По фоне мой сынок Ванюша, друзья. Страшное убийство. А мы смеемся. Ты знаешь, что это за амулет? В жизни не доводилось видеть ничего подобного. Отнеси-ка его лучше к Аликста в музее редкостей. Он любит такие странные безденушки. Может быть, даже заплатит тебе за находку. Вот здесь, друзья, как раз-то начинается секрет богатства и прокачки карманных краж. Смотрите внимательно. Находим этот музей. Открываем его. Он открыт всего лишь полчаса или один час в сутки. Так что придется вам потрудиться. Теперь... Давай, дорогой, вставай. Тебе что-нибудь известно об этом амулете? Дай-ка взглянуть. Ах, да. Это камень-колеса. За этот предмет я могу заплатить, скажем, 500 золотых. 500 золотых, друзья. Неплохо. Амулет твой. Чудесно. Он ложится спать, а вы здесь удобно пристраитесь, друзья. Но обязательно. Обязательно у вас должны быть прокачаны карманы кражи до 30-ки. Это, друзья, обязательно. Ловкие пальцы и ночной вор. Так же у меня, по-моему, прокачана еще немножечко... Да, скрытность немножко. Прокачана скрытность, друзья. Самую-самую малость. Теперь смотрите, что нужно сделать. Пока... Пока у вас шанс своровать этот амулет 31%. Вы обязательно сохраняйтесь в 5. И пробуйте. Вот, друзья. Сразу 34. И опять обращаемся к нему. Насчет этого амулета... Камень-колеса? Так что насчет того, чтобы продать его? Друзья, он так будет... Чудесно. Бес-ко-не-чно. Вы понимаете? Вы качаете карманные кражи и каждый раз зарабатываете по 500 злотых. И с каждым шансом... Шанс будет все больше и больше. Смотрите, опять сохранились. Заходим теперь сюда. И... Уже 35%. Таким образом можно еще другие вещи, как... Вот 90. Качаем. Сохраняемся. Сохраняемся. Уже 36%. Карманные кражи 40. Я забрал у него амулет всего лишь 7 раз. И... Теперь... 90%. 90% на то, что я его заберу. И вообще без проблем. 65 уровень. Я прокачал еще... Ловкие пальчики. И... Щипач. На 50% легче. Все, друзья. Вы так можете делать без проблем. Сколько хотите. Зарабатывайте. Зарабатывайте! Конечно, это время, но... Те, вы видели, еще быстрее. Где можно прокачать карманные кражи. И очень сильно разбогатеть. Когда вам надоест, друзья. Едем дальше. Похоже, придворный мах ставит весьма необычные эксперименты. Бунферд. О нем уже много лет ходят самые разные слухи. Сколько я себя помню. Но он опасный человек. Его потому-то и называют неживой. Неживой? Я бы не стала связываться с ним в открытую. Что все это значит? Ты под арестом за убийство Сусанны из гостиницы «Очак и свеча». И Фриггия, расколотый щит. И остальных. Мы раскрыли твои уловки, трус. Неужели в этом городе ни у кого нет мозгов? Это еще не конец, Йорли? Ну что, друзья. Вот так вот убийцу. И поймали. Но через некоторое время. Друзья. Нет. О боги. Что же это творится такое? Что тут произошло? Опять. Опять, друзья, убийство. Да? И тут мы понимаем, что это Немах, потому что он в тюрьме. Произошло еще одно убийство. О, какая жалость. А я тут, в кровавом зале. Угу. Плохой из тебя все-таки сыщик. Плохой. Прости меня. С чего тебе пришло в голову обвинять меня? Я сам разыскиваю убийцу. И что в итоге нам известно? Я заметил, что убийства происходят не просто так. А в определенные моменты. Раз теперь мы знаем, что они связаны с каким-то некромантским ритуалом, то я, пожалуй, могу предсказать, когда произойдет следующее. Только посмотрим. Будь завтра ночью в каменном квартале. Я почти гарантирую, что именно там убийца станет искать следующую жертву. Каменный квартал это на базаре возле белого флакона. Ну что ж, отправляемся. И тут мы видим... Это тот... Торгаш! Ах ты ж гад! Среди белого дня... Нужно что-то... Решил на кого-то напасть. Честно говоря, это как-то неразумно. И у него, сразу у него амулет некроманта. 50 к магии! 50 к магии! Вы получаете! Заклинание колдовства расходуется на 25%. 25% меньше магии. В основном, здоровье запасил замедленно на 75%. Друзья! Ого! Вы понимаете, что грядет самый сильный некромант! Невероятный гайд, друзья! Ого! Ну, первый раз, когда я получил этот амулет, я вообще не использовал. Вообще, потому что я тогда не был некромантом. И как-то не видел преимущества. Но, друзья, поверьте, для некроманта... Это просто невероятный талисман. А вы полностью проходили это задание? Или просто садили мага и думали... Ну, ладно. Напишите в комментариях. Ну, всё, друзья! Ставьте лайк! Подписывайтесь на мой канал! Комментируйте! Вот такой вот амулет некроманта. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok